Так, совсем плохенько виден Сатурн, с него потом и начал, 2.28 по Киеву, 2 августа 2020 год в Харькове, и вообще идея снять сближение Юпитера с Луной, что я сейчас и сделаю, просто с Сатурна начал, потому что на нем совершенно невозможно сфокусироваться при таких низких настройках светочувствительности Очень коротко пробегусь по всему параду планет Луна И Юпитер Полтора угловых градуса между ними Сейчас глядем, спутников конечно же не увидим При такой светочувствительности в низком горизонте А вот полосы еще можем понаблюдать На Юпитере Снимал перед полночем Облачко как раз находит Небольшое Снимал перед полночем Ну не совсем туго Ну не совсем туго Тут же Юпитер и Луну Они были в Зените Полосы было видно просто великолепно Так что можно вернуться на пару видео назад Ну да, это ни о чем Если бы не снимал всего пару часов назад Ну еле-еле там какие-то Можно себе додумать Полосы Ладно, не будем над собой издеваться Времени остается мало Я хочу еще Уже за горизонт садится Луна А я хочу Снять одновременно Венеру на восходе И сближение Юпитера С Луной На западе Чем сейчас и занимаюсь Ох Да Очевидно Что когда Уже низко Луна над горизонтом Гораздо хуже видно Четкость совершенно не та В изображении Плотные слои атмосферы Делают свое дело Грязное Черное Наводишься на резкости Уже даже Непочем Все Все Мутно Ну хорошо Зафиксировали Волна Разближение С Юпидером Даже Сатурн Был виден Теперь Теперь Сразу На Марс Что ли Попытаться Навестись Гораздо Ну вот В 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 комментариях уже на эти видео девушка написала, почему Марса так не видно хорошо, как Юпитер со спутниками, ведь Марс гораздо ближе, чем Юпитер. Да, Марс в 95 миллионах километрах от нас, а Юпитер в 625 миллионах километров, то есть в 6 раз дальше. Девочки мои хорошие, Юпитер в 20 раз больше Марса, в 20. Все, ребят, больше внимания Марса не могу уделить, а то мне на один дубль не хватит при других настройках поснимать. Юпитер огромен. Марс 6700 километров в диаметре, а Юпитер 139 тысяч километров в диаметре. Это, знаете ли, разница. Это Венера наша красавица. Венера почти такая же, как Земля в диаметре 12 тысяч километров. Но она гораздо ближе к Солнцу, вторая планета, Земля третья. И поэтому видно ее, конечно, ну самый яркий объект на небосводе после Солнца и Луны. Вот, пожалуйста, стоит на андреализацию. Венера 95 миллионов километров и до нее сейчас. Так, ладошки. Сейчас будет второй дубль, утренний. Буду снимать. Ой, а Луна пока она не спряталась. На других настройках светочувствительности там увидим спутники Юпитера, но не увидим полос. Так, сейчас не увидим ладошки.